Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Юмор, юмор, юмор самый разный, каким он бывает всяким, юмор добродушный и неуместный, грубый и специфический, циничный и черный, вот, пожалуйста, почернел, сдержанный, язвительный, озорной, грустный, едкий, тонкий, народный, горький, плоский, соленый, веселый, злой, печальный, острый, мужской и женский, искрометный, сардонический и еще многие-многие его качества. А здесь у нас, можно сказать, своеобразный телевизионный клуб остроумных и отходчивых. Почему отходчивых? Потому что, когда человек смеется, в душе его не остается места для слез. Эмиль Золя писал, серьезное разрушается смехом, а смех разрушается серьезным. А великий Мигель де Сервантес говорил, что отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих. Самое умное лицо в комедии – это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. Одна дама сказала мне, что мне этот ваш юмор? У меня всегда плохое настроение, если мало денег. Мечтаю найти класс. Одну четверть от него законно заберу себе, остальное закопаю. Потом найду его и еще раз возьму одну четверть, а остальное закопаю. Вот так, ради денег люди проявляют героизм. Рассказывает, один боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешок с миллионом долларов. Вот такой молодец. Правда, где сейчас находится герой, до сих пор неизвестно. Или вот такой случай. Одна старушка нашла на улице бумажник с десятью тысячами долларов, и как всякий честный человек, она поступать не стала. Грех это или не грех? Да или нет? А что бы вы ни сказали, все будет неправильно. Оля, зима близко. И что? Мне шуба нужна. Знаешь, я вчера смотрел программу «В мире животных», так вот там сказали, что бегемоты не мерзнут. Ты про чё намекаешь сейчас? Да нет, просто программа хорошая. Коля, я тебе ещё раз говорю, мне шуба нужна. Ну, у тебя же есть. Она из тушканчика. Её моль наполовину сожрала. Но вторая-то половина целая. Носить можно? Ну, Коля, мне нужно, чтобы был писец. Дорогая, ты мою зарплату видела? Ну, видишь, что в стране происходит? По-моему, он у нас уже давно. Ну, Коля, я отдыхать хочу. Вот диван, садись, отдыхай. Коля, я на Мальдивы хочу. Где мы, где Мальдивы? Ты знаешь, сколько туда лететь? А до дачи всего два часа электричкой, три часа пешочком. Зато воздух какой, природа. Я океан никогда не видел. Опять не вопрос. Берёшь смартфон, говоришь, Окей, Гугл, покажи океан. Не любуйся. Ну, мне сумочка нужна. А кому я десять пакетов из Ашана притаранил? Фу на тебя. Вот что я за тебя замуж вышла? Нормальные мужики замуж звали? Нет, выбрала тебя, самого красивого. Посмотри на соседу Витьку. У него квартира пятикомнатная, дача в Испании. А денег куры вообще не клюют. А знаешь почему? Потому что он коррупционер. Вот. Да, причём неженатый коррупционер. Вот. Соседи, выручайте. Ко мне сейчас полиция придёт с обыском. Вот чемодан. В нём миллион долларов. Спрячьте куда-нибудь. А я вам за это забашляю. Быстро в койку. Ага, понял? Да, детки. Ага, понял. Да, детки. Понял, конечно. Да не вы. Симодан в койку. Соседи, выручайте. А если в койке найдут? А давай в духовку. Нет, микроволнов. Нет, в кладовку. А вдруг нам тоже с обыском придут? А, я на пустыре одно место знаю. Спрячу, не найдут. Мальдивы. Мальдивы. Закопал И надпись написал Какую надпись? Осторожно, кобель Шубу купим И на Мальдивы И чё ты будешь в шубе на Мальдивах делать? Здорово А ещё купим сумочку, сапоги и бриллианты Здорово А мне? А тебе? А тебе я пиво куплю Это несерьёзно И сканворк О, другое дело Пойду список составлю Давай Мальдивы Мальдивы Здравствуйте Я из полиции А мы с телевидения Папа Сейчас такое было Что он натворил? Ваш сын Михаил Герой Представляете Он на пустыре нашёл чемодан с миллионом долларов И как порядочный гражданин Принёс его в полицию Скажите Что вы чувствуете Узнав Что ваш сын Герой Сумел Сумел Совершить Хороший Поступок Ты блестящий Блестящий Поступок Совершил Ты же Настоящий Мужик Настоящий Мужик Ты же Я же Я же памперсы тебе менял Я же тебя С вот так Ну что Как же ты его нашёл Я же его Зарыдать хочется Мы видим Что у отца нашего героя Нет слов Ну почему же Есть у меня Много хороших Добрых слов Для мальчика Михаил Позвольте от имени полиции Вручить вам Вот эту вот Грамоту Грамоту Твою мать Я говорю Твою мать Надо обрадовать Коля А как Кабриолет Пишется Кабри Олет Или Кабре Олет Мама У нас радость А что случилось Понимаешь Дорогая Наш сын Нашёл на пустыре Чемодан С миллионом долларов И отнёс его В полицию Скажите Что вы чувствуете Каково быть Матерью героя Писец Мы видим Как гордо Это сына Переполняет Мать Вы ожидали От сына Такого честного Поступка Нет Я-то думала Он нормальный Матерь Как все А он у меня Оказывается Герой Полный Герой Мы видим Как слёзы Радости Переполняют Родителей У них нет Слов Вы можете Говорить Нет Михаил Пойдёмте Фотографироваться На доску Почёта Мальдивы Говоришь Ну не получилось У меня Да ты Каждую ночь Мне это говоришь Это тебе За кобель Спасибо Это тебе За чемодан Спасибо Это тебе За сына Спасибо А это За бесцельно Прожитые годы Большое спасибо Я тоже тебя люблю Мальдивы 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 Полиция Полиция Забрала Эх Фрера Вы чё С ума Все посходили Да я вас За такое бабло Я знаешь Что с вами сделаю Да я вас Вот этими руками Я вас порву Это тебе А я к вам За спичками Это тебе Я к вам За солью Это тебе Можно переночевать У меня дверь Заклопнулась А это тебе За сына За какого сына Мишка он чё Да Витя Да Я даже в честь тебя Его Мишкой назвала У меня есть сын У меня есть сын У меня А ну ты знаешь У меня есть сын А я ведь его растила Памперсы покупала Деньги Тратила А я всё понял А я всё компенсирую Вот Пожалуйста Вот Я всё Всё компенсирую У меня есть сын У меня есть сын Всё отдам Всё Забирай всё У меня есть сын У меня есть сын Майдивы Сын Ещё Виктор Не останавливайся Ещё Сын Майдивы У меня есть сын У меня есть сын 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 Разрешите отравиться Я совсем забыл сказать Всё что у нас найдено в земле Является кладом Вам полагается 25% Майдивы Майдивы Поздравляю Майдивы Дорогая Представляешь Прихожу на пустырь А чемоданчик Вот где я его зарыл Там так и лежит А А чё тогда наш сын нашёл А знаешь А тут вокруг Одни коррупционеры живут А сейчас борьба с коррупцией Так вот они все чемоданчики Там на пустыре и зарывают Ну чё Поплыли На мальдивы На пустырь Все в платье А сейчас бэйл А сейчас бэйл И А сейчас бэйл Тебе Майдивы Тебе Майдивы Тебе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тут прочитал о том, что некий Дед Иван, герой казачьих анекдотов, баек, воплощает в себе самобытный казачий юмор. Возможно, его можно считать прототипом знаменитого Деда Щукаря. Обратите внимание, что слово «казак» читается и так, и так. Что слева направо, что справа налево. Читай хоть как, и так, и так, хоть как казак. Он был и есть казак. И вот этот Дед Иван однажды хвастал, что может печь пироги. Тогда все соседи пристали к нему. Когда же мы попробуем твои пироги? Когда? Ну, говори, говори, не тяни. Он говорит, знаете что? Мука есть, соли нет. Соль есть, дрожжей нету. Дрожжи найду, дров нет. Все есть, меня дома нет. Вот что. Ну, что ты будешь делать? Вот такой вот проблем-ба. Вот. Однажды Дед с женой переправлялись в лодки через дон. Бабка на веслах выгребает против течения, а он сидит барон фоном, лёлькой своей дымит. Кум ему с берега кричит. Ты шо с ума сошёл? Зачем жену заставляешь гребсти? Тот ему, а вдруг война? А я устамший. Вот так вот. Забавный дедулька. Сидит на крыльце, на гармошке играет. Их! А жена крышу ремонтирует. Соседи спрашивают, ты чего жену на крыш загнал, а сам на гармонии играешь? А я не виноват. Ты шо она играть не умеет. Их! Хо-хо! Ух! Хо-хо! Хо! Хрумел казак много оболело у него. Пошёл он в лес костыль нарезать из чего-нибудь, там типа из дерева, из какого-нибудь. В лесу медведь попался, дна его пути. Никак к румаму казаку да не уйти. Просил казак, мол, поживей меня медведь. Мол, на, мол, три рубля и рубль сорок медь. Вместе с кошельком. И сапоги бери, сорок третий тебе как раз будет. Ты же отпусти меня до дому, до детей. Не ешь, медведь, меня и кровь мою не пей. Медведь мухнатый не послушал казака. Напал да не один, а с помощью волка рядом там ходил, аппетит нагуливал. Вдвоем они прям как скакнули на его. И через миг да не осталось и ничего. Все кости сломаты, их глазки не глядят. И нету больше ни волка, ни медведя. Старинная, народная, русская, женская, печальная, старушечья песня про муху. «Ой, дымуха летела, ой, ды крылья махала, ой, дымокро вспутела, отдохнуть у нас села. Ой, не на стол, не на чашку, не на хлеб, не на кашку, не на дверь, не на ручку, а на едку липучку. «Ой, дымуха, дымуха, а где глаза твои были? А где глаза твои были? Теперь дырки пустые. А где бегали ножки? А где крылья худели? Там на поле ляпёшки без тебя зачерствели. Там мушатки малые, да и всё тоскуют по мамке, да и всё целуют, целуют фото в траурной рамке. «Ой, ты муха, ты муха, насекомая птица, я тебя не забуду и не буду жениться». «Гаджеты русских народных сказок. Зеркальце и клубок. Это, я вам скажу, прототипы навигатора. Вот как интересно получается. Скатерть-самобранка. Она прототип 3D-принтера. Яблочко на тарелочке, планшет. А знаете, в какой русской сказке впервые упоминается компьютер? В репке. Помните? Кликнула кошка мышку. Вот так наши дети сидят и кликают. Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета и что дочь туда выкладывает. Казусов много в гаджетах, особенно на сайтах знакомств. Как говорится, кто в фотошопе работал, тот в интернете не знакомится. Интернет в последнее время все больше входит в нашу жизнь. Наверное, уже не осталось человека, который туда хотя бы раз в жизни не сходил. Многие там уже дни и ночи проводят. И я написал такой рассказ от лица девушки, такой типичной пользовательницы, как сейчас говорят, соцсетей. Она вам сама расскажет свою историю знакомства. Девчонки. Я, конечно, частенько зависаю в соцсетях. Родители ворчат. Ну, что делать? У каждого поколения свои интересы. У меня Инстаграм. У отца постаграм. Конечно, познакомиться там сложно, но реально. Как-то пару дней списывалась с одним молодым человеком. Наконец он говорит, давайте в скайпе созвонимся. А я только-только нанесла на голову маску из масла репейного. Видок, представляете? Ну, давайте созвонимся, только без видео. Я типа сразу хочу показаться во всей красе. Прическа, макияж, фон-фон. Он говорит, хорошо. Звонит. Девочки, как я на это видео нажала, я не знаю. Поняла-то потом. И этот же молчит. Ну, болтаем о том, о сём. А я, чтобы время зря не терять, стала пинцетом волосинки из ноздрей выдёргивать. Смотрю, у мужика зрачки всё шире. Думаю, голос мой нравится. Ну, болтаем дальше. А я, чтобы маска лучше впиталась, обмотала голову в целлофановый кулек. И чтобы масло в уши не затекало, вставила туда ушные палочки. Смотрю, мужика совсем перекосило. И вдруг он спрашивает, а вы случайно клей БФ не нюхаете? Странный какой-то. Я говорю, да у меня с этим клеем целая история была на юге. В Сочи на пляже ногу порезала. Пластырь не держится. И тут я вспомнила. Есть специальный клей БФ, который как раз такие раны затягивает. Собралась в аптеку, а у подруги как раз расстройство желудка случилось. Говорит, и мне что-нибудь прикупи. Но в аптеке спрашиваю. У вас что-то есть от жидкого стула? Мне говорят, всё разобрали. Хорошо, клей БФ есть? Аптекарь поперхнулся и говорит, ну это в крайних случаях. Болтаем дальше. А я, чтобы маску утеплить, надела на голову детские колготы. Ножки свисают. Сижу такая, теребю. Он же меня не видит. Не видит, но спрашивает. Вам кто-то стиль в одежде советует? Вы у кого одеваетесь? Хотела сказать, милый мой, у кого проснулась? Ну что мы всё про меня, вы о себе расскажите. Стал мне про свою работу втирать, а я опять, чтобы зря не сидеть, решила сделать упражнение на растяжку. Взяла и закинула ноги за голову. Мужик закашлялся. Говорит, мне надо водички попить. Думаю, пока его нет, сделаю упражнение для улучшения циркуляции крови. Надо языком достать кончик носа и свести глаза к переносице. Когда пятый раз свела, смотрю, он на меня в упор смотрит и с ужасом спрашивает, вас кто-то из врачей наблюдается? Говорю, конечно. За мной глаз да глаз нужен. Купила гель для ног, лошадиная сила. Два дня не могла домой попасть. Проскакивала. А тут во время стирки машинка стиральная ускакала на полметра и дверь мне изнутри забаррикадировала. Мужик говорит, вы следите, чтобы к вам пылесос сзади не пристроился. Похихикали. Он говорит, ну, может, завтра вечером сходим куда-нибудь в кафе посидим. Вы до скольки работаете? Я говорю, ну, теперь до 60. Он говорит, ну, давайте. Давайте завтра в кафе. Только там дресс-код строгий. С колготами на голове не пускают. Девочка, у меня вся жизнь приняла в сайп. Я из этого скайпа сразу выскочила. Он перезванивает. Хохочет, говорит, ну, вы меня простите, что я сразу про видео не сказал, но я, когда вас первый раз увидел, подумал, да, красотой вы мир не спасете. Но, с другой стороны, красавиц много. Я такой, чтобы с колготами на голове. Простите, а что у вас с глазами было? Я говорю, а как в песне. Вот и свела судьба, вот и свела судьба. Уже полгода вместе все хорошо. Пылесосит он. От греха подальше. Я скажу, что неправильно утверждать, что на телевидение поступают только плохие новости об отсутствии хороших новостей. Мне тут сообщили, что все-таки есть хорошие вести о том, что плохих новостей на сегодня нет. Вот только одно огорчает, что двое неизвестных проникли ночью в квартиру известного доктора математических наук, решили уравнение с тремя неизвестными и скрылись в неизвестном известному доктору направлении. Так вот. А как хочется слышать только хорошие новости. Ну, скажем, сегодня лето, завтра лето, послезавтра лето, всегда лето. И отпуск, отпуск, отпуск. Это мечта лентяя. Я знал такого мечтателя. Зануда был страшный. Помню, он послал письмо на спичечную фабрику. Вот уже много лет я пересчитываю спички в ваших коробках. Их то 59, то 60, а иногда 58. Что вы себе позволяете? Вы там сумасшедшие, что ли, все? Не зря, говорят, устами зануды гундосит истина. И если зануде сказать, что он зануда, то потом он долго будет проводить разъяснительные беседы по поводу того, почему он не зануда и приведет 800 причин. Зануда – это тот, кто бесконечно говорит с вами только про себя. Сплетник – это тот, кто говорит с вами про других. А вот хороший собеседник – тот, кто говорит с вами исключительно о вас. А поскольку юмор говорит о нашей с вами жизни, то можно сказать, что юмористы не зануды. Они только смеются над занудами. Вот, например, выдержки из занудных инструкций. Инструкции на пакетике орешков. Внимание! Содержит орехи. Открыть пакетик. Съесть орешки. Инструкции к вафельнице. Внимание! Становится горячей при включении. На зеркальце. Помните, предметы в зеркале на самом деле находятся за вами. Там. На шапочке для купания. Только на одну голову. Из инструкции к бензопиле. Не пытайтесь остановить пилу руками. Это очень опасно. Во многих наших передачах я не раз зачитывал фрагменты из моей большой коллекции нашего юмористического фольклора. Я патриот нашего фольклора. Я считаю, что у нас удивительные юмористы, остроумцы в народе. Они умудряются так комментировать нашу жизнь, что я удивляюсь. Удивляюсь, какие логические фигуры парадокса они умудряются придумать. Начал я коллекционировать это дело с 10 лет, когда уже твердо знал, что буду артистом. Сейчас мне бы хотелось продемонстрировать вам очередной отсек моей коллекции. Но хочу обратить ваше внимание на разные формы фольклора. Но начнем с фраз. «Жизнь – это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами». Очень здорово сказано. Иногда после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону. Мужчины говорят «плохо без женщин». А женщина им отвечает «если плохо без женщин, это хорошо. Вот когда хорошо без женщин, это уже плохо». Мужики говорят, что все бабы дуры. «А чуть что, я сейчас с женой посоветуюсь». Комары гораздо гуманнее некоторых женщин. Уж если комар пьет твою кровь, он, по крайней мере, перестает жужжать. Такое наблюдение. Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды. В 60 лет по старому стилю и в 65 по новому. Видите, как сразу увязывают какие-то события с нашими какими-то приметами. Сколько жена не приводила в дом любовников, сколько не прятала их в шкаф, муж из командировки так и не вернулся. Мужчина открыл для себя краски и придумал живопись. Женщина открыла для себя живопись и придумала макияж. Мужчина открыл для себя женщину и придумал секс. Женщина открыла для себя секс и придумала мигрень. Мужчина открыл для себя торговлю и придумал деньги Женщина открыла для себя деньги, и тут мужчине наступил конец Это из личной биографии Электрический чайник хвастался, что владеет пятью языками Индийским, Цейлонским, Грузинским, Китайским и Краснодарским Очень островом образно подметил кто-то Говорят, есть мужья, которые пьют и гуляют С моим полбеды, говорит одна женщина, он только пьет, но не гуляет Это я точно знаю, с ним нельзя гулять, он падает Другая форма, ценник Ну, ценников у меня много, один процитирую Трусы девочковые остались размеры 52, 54, 56 Немало юмора можно сейчас обнаружить про интернет Ну, интернет завладел нашей жизнью, поэтому, естественно Википедия, я знаю все Гугл, я найду все Вконтакте, я знаю все Интернет, без меня вы ничто Электричество, молчать, козлы Кондуктор в автобусе Мужчина, рога надо обматывать тряпкой или чем-то другим Вы же в общественном транспорте, а не в лесу Да что вы голову трогаете Они у вас из рюкзака торчат Но это уже попахивает черным юмором Кстати, черный юмор, большое ответвление Мужик собрался покончить жизнь самоубийством Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу Извините, пожалуйста, а котят не захватите? Чего только не придумывают Вот такая картинка из жизни, кстати На перекрестке стояла будка ДПС В ней сидит инспектор, естественно Ночь, тишина Рядом останавливается машина Из нее выходит тип И быстрым, очень нетвердым шагом Направляется к будке, к окошечку Сует в окошечко свое пахнущее перегаром лицо Протягивает деньги и говорит Две водки и шоколадку, пожалуйста Идет заседание сюда Гражданка Сидорова Как же вы могли ударить своего мужа чайником по голове? Неужели вам было не жалко? Жалко, конечно, он был такой хороший Новенький Влезящий, со свистком Абстрактный анекдот Тоже огромная область Звонит телефон в квартире Подходит собака Пастью снимает трубку Гав! Алло! Гав! Алло, не слышно Повторите по буквам Галина Алексей Владимир А сколько сочиняется баек Про нашу жизнь Вот, например, такие Мужчина на работе Рассказывает сослуживцам Только зашел к любовнице Муж в дверь звонит Она говорит Быстро бери утюг и гладь белье Перегладил целую кучу белья И тут один из сослуживцев Начал истерически смеяться Ты был на советские три Квартира десять, да? Да Я там позавчера Все белье перестирал Поезд На остановке в купе Заходит женщина С маленькой девочкой И рассказывает Попутчикам Представляете Надо было ехать А у дочки Зуб разболелся Слава богу Вылечили Успели Врач хорош попался Говорят, у него дети Не плачут Мужчина с верхней полки Говорит девочке Какая ты смелая Вырастешь Наверное Космонавтом будешь Как Валентина Терешкова Нет Я буду зубным врачом Почему? А я буду всем говорить А ну заткнись Че сопли до колен распустила? Сейчас как дам по морде Родная мать не узнали Бывает Меня приводит в восторг Образно сформулированная Анекдотная конструкция Но видно, что автор Очень долго соображал Специально старался Для этой конструкции Текилла Лизнул Выпил Куснул Знакомо, да? Мартини Заказал Выпила Согласилась Дешевый коньяк Открыл Закрыл Выбросил Молодой Молдавское вино Выпил Вскочил Побежал Не успел Дорогое Французское вино Купил Поставил Смотрю Водка Выпил Захотел Соблазнил Уснул Во время того Как соблазнился Турецкая водка Привез Открыл Попрал Закрыл Подарил Советское Шампанское Купил Выпил Плачет Смеется Спит Везу домой Пиво Выпил Сходил Выпил Сходил Выпил Выпил Уснул Выпил Проснулся Сходил Анекдоты Сколько их у нас? По сути анекдот Это карикатура На нашу жизнь Номер Который вы вызываете Не отвечает Что совсем? Нет, блин Первые две цифры Ответили Остальные молчат Ты, наверное, любишь Рисовать Да? А как ты узнал? По бровям видно А стреки Все время Находятся На чеку Чуть что подметят И сразу Сплетут Такое Успевай Только следить За игрой Их слов Бомж На приеме Врача Здравствуйте Доктор У меня Блит Живот А что вы Вчера ели? Голубя ел А вы Голова Голубя ели Да Поймал И щипал И голову Голубя ел А вы Голову Голубя ели Да Голову Голубя ел А вы Голую Голову Голова Голубя ели Ну Голую Голова Голова Голубя ел А в чем Собственное Дело Честно Говоря Я Лукопед Чем Мог Помог А вот Различные Рассуждения О возрасте Меня как человека Раннего Старческого Возраста Это волнует Мальчик Взрослеет Когда перестает Называть Двадцатилетних Девушек Тетями Мужчина Взрослеет Когда начинает Называть Сорокалетних Теть Девушками А стареет Мужчина Когда начинает Называть Девчонками Шестидесятилетних Бабушек По себе Знаю В ранней Молодости Я Сорокалетних Женщин Считал Пожилыми Тетками Простите Меня Милые Девушки Человек Становится Пожилым Когда повторяет Вот Помню Бывало А вот В наше Время Как Сейчас Помню Надо Говорит Говорит Так Как Сейчас Помню Где это Ни хрена Не помню Но Но Хочу Сказать Что с Возрастом Я Научился Читать Мысли Молоденьких Девушек Обычно Это Такие Мысли Забавный Старикашка Или Че Уставился Старый Козел Между прочим Мне врач Сказал Что Мой Организм Работает Как Часы Песочные Старость Это Когда Нагибаешься Для того Чтобы Завязать Шнурки На ботинках И Задумываешься Что Вы Еще Тут Заодно Внизу Сделать Один Старичок Мне Рассказывал Вспомнил Свои Пионерские Навыки Снова Начал Переводить Бабушек Через Дорогу Начал Знакомиться С ними Знаете В гости К ним Ходить Приятные Знакомства Получаются Помолодел Вот Странное Дело У нас Бабуля Из соседнего Подъезда У меня В доме Значит Она На красный Свет Все время Переходит Улицу Вот Стоит Ждет Я наблюдал Красный Зажегся Пошла Значит Инспектор ГАИ Все время Ее останавливают Что же Вы Граждан На машины Кидаетесь Она Ну Во первых Я так Лечусь Когда На тебя Несется Камаз То Хромота И радикулит Куда-то Пропадают Во вторых Говорит Люблю Пощекотать Нервы Вот Такие Умные Мысли Иногда Ко мне Приходят И я даже Начинаю Сомневаться А моя Ли Это Голова Спасибо О Вы Ко мне Благодарю Вас Благодарю Я вас Провожу Давайте Я вас Провожу Отдыхать У нас Люди Любят Но Не Всегда Умеют Я Например Не Умею Уже На Следующий День Раскрываю Компьютер И Начинаю Работать Над Текстами Мне Говорят Дескать Отдыхать Надо Так Чтобы Потом Долго Не Хотелось Другие Считают Чтобы Как Следует Отдохнуть Надо Поехать В Какую Дыру И По Возвращении Понять Что Дом Очень Хорошо Один Один Человек Рассказывал Ушел В отпуск И Первые Трое Суток Казалось Что Прогуливаю Работу А в Санаторий Где С утра До вечера Человек Должен бегать По разным Процедурам Отдых Превращается В работу А потом Только Магнитик На Холодильнике Помогает Вспомнить Где Отдыхал У Нашего Пародиста Романа Селецкого Звезды Эстрады Поехали На отдых Прослушайте Пожалуйста Новости О том Как Наши Звезды Отдыхают В отпуске Туристы Наши За границей Бузили Пели Пили Совсем Другое Дело Сосо Павляшвили В прошлом году Отдыхал я В Сочи Оставил там Целый Ганарар И что Скажу Здорово Там Путин Но В этот раз Я Иду В Занзибар Здесь Скачу Верху Я На бегемоте По фланам Ползу Как По лестнице С крокодилами Танцую Я В болоте Тапками Террусь С мухами Цеце Тут Я Прягаю Черепову Двигаю Тут Вот Колесо Делается Сон Сел Под Водопад Как Волочкова Наш Погод Я Здесь Такой Один Отчаянный Газил Без денег В отпуске Как ни крути Но мало толку Прослушайте Что ожидает Ёлку АПЛОДИСМЕНТИЯ Дала Турфирма Мне 44 Предложения Но бабушкин Звонок Вонучка Вмиг поменял Все планы У меня И вместо Острова Ждет Чудно Мордовия Завтра В 9 Утро Отчалю Изгну Калану Не на самолете А с дядей На Тойоте Чтоб Загар Равномерно Сил В Мордовии Много Дел С лопатой На голоде О том По том И при дяди И в Сарад А-а-а-а-а А-а-а-а-а А-а-а-а А-а-а-а-а А-а-а-а-а А-а-а-а-а-а-а А сейчас будет пародия на молодого певца Тиму Белорусских Кто-нибудь знает? Ну, мало кто знает Зато его песню Не забудка Твой любимый цветок Никто никогда не забудет Написал парнишка один хит И поехал отдыхать Лета пришло, я уехал на моря Не Таиланд, а Анапа ждет меня Там времен СССР крутой пансионат Отпад он Ах, Анапа, мой любимый курорт Катаюсь на банане в руке хинкале Я ноги промочил, зря видно нацепил С дырками в носках сандали Ах, Анапа, мой любимый курорт Пивасик и шашлык вкусный самый-самый Заправлю я носок сандали и пойду На дискотеку с мамой Сыночек, ты долгая? На Бали из берегов выходит море Плачет там Буланова От счастья, не от горя Мне в день рожденья путёбочку дали Чтоб полетела Танюша на валют В моей душе вмиг раздался счастье криль Ну, слава богу, не в Геленджик Сажусь я радостная в самолёт Татьяна, пристегнитесь, мы начинаем взлёт Эх, стуар, ты радость мою не гаси Хоть рюмочку мне принеси Чувствую всё уже по плечу Я на Бали, на отдых лечу Как при лечу пойду на дискотек Всех веселить в своей песне Не плать Не плать Ещё семь дней у нас с тобою в отпуске Мужчины В заморских странах отпуск замутив Смотрите, чтоб демографический не бахнул взрыв Я в этом году в стране заморской отдыхал И незнакомку озорную повстречал Оп! И вот звонок мне в дверь раздался через год В глазок смотрю, а меня там с младенцем ждёт Невероятно, но реально ждёт Девушка Джамала из Гватемалы Как нашла мой адрес, ведь я не давал Что же будет дальше, ведь на Кипре, Кубе Чили, Гандурасе, Ямайке и Лаосе Париже и Даосе, даже на Таймыре Я так же отдыхал Ла-ла-ла-ла-ла-ла, дети, радость наша Я теперь папаша Когда летишь ты в Индию, прививки делай в две руки Опасных много насекомых Жуки они и в Африке, жуки! Я всю зиму копил Так что даже привык И билеты купил нам с женой Геленджик А ей нужен Париж Или вовсе Тубай Я ответил, ага, губу свою закатай Ты шо вы думаете, она мне сказала? Да у тебя всегда мало деньго И брак с тобой скучен, и термист И повезет меня в Тубай Ты знай, возгенчик таксист В Адлере недавно случай был один С той девушкой, которой мало половин Адлер Адлер Посыдим Угощу тебя я, мандарин Я съем половин, и ты половин Мало половин, мало-мало мандарин Ну хочешь апельсин или скушай сладкий дыр? Мало апельсин, мало-мало сладких дырн Вах, тебе всегда все мало А вот ты и Адрин В селе, на поле, среди стада Он делал то, что делать бы не надо Всех распугал коров, мышей, ежей Так что же делал там певец Эл-Джей? Вокруг быки и коровы И это так клево В отпуск свой я приехал в колхоз Здесь куры-гуси несутся И пасутся Пять баранов и тридцать пять куав На поле стильный Я пью прямо из вымени Да-да-да, прямо из вымени Натуральное молоко Вот молока, но пьюсь и здоровым В Москву вернусь вот такой Вот мой отпуск Без ГНО В Египте наши даже сфинкса удивили Об этом нам расскажет солистка группы Чили Мне ля подарила флюиды Я в отпуск летала смотреть с пирамиды И у пирамидного склона Какого-то встретила тут он хамона Думал он По жизни скромный очень, но мне сказал Люля, кебаб не хочешь? Мое сердце затрепетало Перед сфинксом ели мясо из мандала И помчались мы с ним на море По барханам на заныженной пригоре Ладас и дар Баклажан Отпуск с ним Ураган Сергей Мазаев Исполнитель экстра-класса Не мыслит отпуск свой Без шального Гондураса Улетел Егор Крит Прямо на остров Крит Тимати Нагуа в пути Волочкова, Собчак Поехали в Ирак Джигурда в Мексику летит Ну а я в первый раз Полетел в страну с названием Гондурас Самолет Первый класс И встречал меня какой-то Папуа Она, как пионер, всегда готова Без отпуска полжизни Пугачева Вот моя живая вода Мой отпуск Это сцена И вы, дорогие мои люди Женечка, вставай Иди скорее сюда Расскажем, почему мы хорошеем Год от года Да, год от года Ты же молодой Я тоже молода Вместе отыскали мы с тобой Живую воду Это любовь народа И мы в воду войдем С Петросяном вдвоем Всю Россию сошел Да, да, да И в столет вновь Кремль Соберем С Петросяном вдвоем Спасибо, дорогие друзья Ну Цыганка мужику говорит Позолоти ручку, дорогой Со что хочешь скажу Мужик достает пятьсот долларов Ничего себе А скажи-ка ты мне, голубушка Период полураспада радиа Сможешь? Цыганка в шоке Глаза вытаращила И заявила Радиоактивный элемент Химический Второй группы Периодической системы Аналог бария Чем меньше период полураспада Данного радионуклида Тем меньше его содержание В минералах Даже самый долгоживущий Ради 226 Содержится в земной коре В количестве всего Одной десяти миллиардной Доли процента Обычно в тех же породах Которых содержится уран Забрала пятисотку И след ее простыл Вот так Кстати, мне вчера на базаре Тоже цыганка гадала Всего за 3000 рублей Я узнал, что я лох Я узнал, что я лох И я цыган Оба мы цыгане Я в карман Я в карман Оба заны ганы В общем, получили по заслугам Больше так не будем Вот у че базаре Ромалые Вот у че базаре Усаче Ромалые Жигала Усаче Жигала Оба заны гана О! О! А! О! 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 Рcoatл И любви стало больно. Только, эх, Тима в кустах, Ах, мерзнет одиноко. Ай, как душа пуста, Зимняя дорога. Только на снегу, папа, риба, риба, Только на снегу. Черные подковы. Ай, ой, что? Тихо, надо выступать. Ухренеть. Но от них, вамек, не будет счастья никакого. Но от них, вамек, не будет счастья никакого. Черные подковы. Тумблапа, умчара, счастья никакого. Тумблапа, умчара, черные подковы. Тумблапа, умчара, счастья никакого. Тумблапа, ты, как в судьбе, Песня над снегами. Знать-ка, не тебе, черт, не запрещай. Ты ушел навек, так зачем ты спелась? Тим, дым, 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 дым. Эй, только на снегу, папа, риба, Только на снегу попаривай чёрные подковы. Но от них вовек не будет счастья никакого. Но от них вовек не будет счастья никакого. В 80-х годах я терпеливо искал новые формы эстрадной клоунады. Один из сотен таких экспериментов одна из первых эстрадных клоунад. Я сейчас вернусь больной. Именно потому что она эстрадная, она должна была быть привязана к реалиям нашей жизни. Зубной врач уходит с работы, оставляя больного. Уходит по своим делам, чтобы купить две курицы. Тема отсутствия на работе в 80-х годах была очень актуальна. Как говорится, мы работы не боимся, нет работы – спать ложимся. Есть работа – тоже спим, без работы не сидим. Были такие, кто ходить на работу любил. И с работы ходить любил. А вот те 8 часов между ходьбой просто терпеть не мог. Поэтому проверяющих и контролирующих какой-то период стало больше, чем непосредственно работающих. Мой совет – если не хочется идти на работу, откройте журнал «Форбс» и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу! Эту клоунаду я выпустил в 1985 году. Запись была плохого качества, поэтому в 2002 году я ее переснял. Но уже с Сашей Морозовым. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло! Ой, привет! Как я рада тебя слышать! А-а-а! Больной, перестаньте орать. Я не слышу, с кем я разговариваю. А-а-а! Алло, кто это? Верочка? Ой, здорова! Чё? Собираетесь сегодня? Вер, а как же я? Ну, конечно, приду. А что нужно купить? А-а-а-а! Больной, перестаньте орать. Я не слышу, что мне нужно купить. Алло, что? Две кульцы? Да, Вера, сейчас пойду в гастроном. Ага, пока! А-а-а! 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 Больной! Что вы так орете? Я по телефону разговариваю, вы орёте. Откройте рот. Рот откройте. А-а-а! 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 Вот так,! Рот не закрывайте, я куплю две курицы и вернусь. А-а-а! Я сказала рот не закрывайте, куплю две курицы и вернусь. Я! Эй, гай! А где врач-то? Не понял. Куда? Улетел, что ли? К нему прилетели двое с деньгами? Двое с деньгами с Кавказа? Да вы не бойтесь, я никому не скажу. У меня зубы болят. Что с врачом-то? Деньги с больных берет по две тысячи сноса, да? Ясно, у него самого денег куры не клюют. Безобразие. У человека жуткая боль, а врач куда-то подевался. Где врач, я тебя спрашиваю. Покажи врача. Аху! Чего-чего? Чего-чего? Ау! Это зубоврачебный кабинет? Что ж ты тогда не за зубы держишься? Ну как, зубоврачебный? Тогда покажи, что ты показал. Он что, голым остался, что ли? Без копейки, да? Тебе что, жарный петух клюнул? Слушай, давай спокойно, а. Покажи врача, спокойно показывай, давай. Врач, женщина, ну, тебе лечила зуб, ну, ушла. А куда? Ты что, я ущипнул, что ли? Два раза, да? Ну ты гусь. Это у меня куриные мозги? Это я петух недорезанный? А ты цыпленок паренный? Так-так-так. Так-так-так-так. Так-так-так. А? Ты ко мне? Ну, уже к другому доктору. Идемте с нами, свидетелем будете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зависимость. Мы все зависим от чего-то, от груза прожитых годов, от жён от дома, от работы, от расписаний поездов, от телеграмм, звонков и писем, от глупых помыслов своих. От стольких мы, людей, зависим, порой не зная даже их. АПЛОДИСМЕНТЫ Санёк, слушай, сейчас столько этих вредных привычек развелось. Вот, понимаешь, тебя на каждом шагу какая-нибудь зависимость поджидает. Представляешь, недавно жена говорит, у нашего говорит, к сыну появилась интернет-зависимость. Срочно надо что-то делать. Я говорю, да не вопрос. Ха! Я говорю, я вылечу его старым дедовским способом. Я ему так уши надеру, аж сидеть будет больно. САСИБЕНТЫ Она подскочила, ни в коем случае травмировать ребёнка. Нет, я, говорит, уже договорилась, врач-экстрасенс-нарколог, он, значит, знахарь-пахарь, живёт в деревне, три класса образования, но, говорит, у него такое биополе, что он, говорит, даже космонавтов лечит. Прямо на орбите, не выходя из свинарника. И правда звонок в дверь, заходит этот, знахарь-пахарь, метр с кепкой, деньги вперёд, такую цифру назвал. Я за месяц только не зарабатываю. Ну, уже пригласили, куда деваться-то. И жена ему проблему обрисовала. Знахарь-пахарь говорит, вылечу я вашего мальчика, но при одном условии. Надо, чтобы рядом с ребёнком постоянно был человек, у которого никакой зависимости. И меня спрашивают, вот вы, говорит, с дружками во дворе пьёте, курите? Я говорю, зачем? Мне дома отравы хватает из трёх блюд. И, представляешь, жена подскочила, говорит, ой, нашли независимого, да? Да он же хронический трудохолик на меня, представляешь? Он, говорит, у него от работы за уши не оттащишь, он станешь тащить, уши в руках останутся, он даже не заметит. А спит, говорит, оно уже не со мной, а с этой круглой печатью. Ну, знахарь-пахарь, говорит, вы не подходите, а я-то думаю, как мне у него деньги назад забрать? А как, говорит, ваша жена? Занёк, я слова не успел сказать, Люська подскочила, говорит, у меня вообще никакой зависимости. Ангел во весь рост. Я говорю, точно, говорю, ангел, но падший. Я говорю, её с неба на землю сумки со шмотками утащили. Я говорю, с ней в универмахе уже не то, что продавцы, с ней даже банкоматы здороваются. Её из универмаха может выгнать только землетрясение и то в 9 баллов. В 8 баллов она ещё будет на себя в примерочной шмотке натягивать. У нас, говорю, шкаф уже от её шмоток лопается. Третья от стенки недавно дверцу открыл, а там моль уже не летает, а ползает. Такая жирная, размером с воробья. Ну, ещё бы столько одежды сожрать. Обуви. Я говорю, уже, говорю, невозможно понять, у меня жена или сороконожка. С нахарь пахарь побледнел слегка, говорит, да, говорит, ваша жена тоже не подходит, а как ваш тесть, наверняка с ним мальчик тоже общается. Я говорю, да, тесть, говорю, у него стопроцентная зависимость от тёщи. Это точно как в анекдоте про подкаблучника. Помнишь, да, когда конкурс подкаблучников, и, значит, ведущий говорит, мужчины, кто себя считает подкаблучником, шаг вперёд, мужики, шаг вперёд, раз, один остался на месте. Ведущий к нему говорит, вы себя не считаете подкаблучником, вот он говорит, да я вообще не в курсе, меня жена поставила, сказала, пока не вернусь, с места не двигайся. Санёк, точно про моего тестья. Тёща чихнёт, он ей, будь здорова, кашлянёт, приятного аппетита, за дверь выйдет, чтоб ты подавилась. Ну, хорошо, это знахарь-пахарь, говорит, а как ваша тёща? Я говорю, да тёща, на сто процентов зависит от телесериалов. Это зомби перед телевизором. У неё пункт можно отобрать только под наркозом. Недавно я по глупости спросил, говорю, мама, как вы себя чувствуете? Она говорит, не волнуйся, зятёк, буду жить, пока не досмотрю всё. А я ещё по глупости эту спутникову Антону поставил, понял, будет жить вечно. Представляешь, Санёк, в этот момент в комнату наш кот Васька заходит, да, жена его на руке, хватит, вот, говорит, Васька, вот, в никакой зависимости, пусть сынок с ним общается. Я говорю, да, Васька, хронический, кошачий, алкоголик. Я недавно пролил валерьянку, так он за мной по всей квартире гонялся, пока не вылакал весь флакон. Потом выскочил на улицу и загнал вот такого ротвейлера на дерево вместе с хозяйкой. И этот знахарь пахарь, он как-то пятнами пошёл, кепку снял, деньги из кепки достаёт, говорит, заберите ваши деньги, в вашем случае моя медицина бессильна, пусть лучше ваш ребёнок за компьютером сидит, потому что всё, что вы перечислили, намного хуже. Вот так. Сейчас мы начнём взбираться по лестнице, разумеется, мысленно, а физически это будут делать артисты театра клоунады «Микос». А вы знаете, как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться? Я подскажу, надо прыгать с нижней ступеньки. И вот что я заметил, если человек упорно лезет по служебной лестнице, не надо его обзывать карьерист, карьерист, а может, он просто пожарный. Юморист всё всегда должен замечать. Вот и я заметил, что зимой на скользкой лестнице количество культурных людей резко уменьшается. Особенно, если её смазали солидолом. Ну, чтоб смешнее было. Пусть будет крепкой каждая ступенька той лестницы, по которой вы карабкаетесь к своей заоблачной мечте. Да будет так! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Минуточку. Дело в том, что в бухгалтерии сказали, что семь богатырей – это нерентабельно. Поэтому они всех богатырей сократили. А потом и всех остальных. В общем, там осталась одна мёртвая царевна. Она лежит на сцене полтора часа, а потом встаёт, кланяется и уходит. И всё. Да, из зала крики – браво, давай ещё, ещё недельку полежать. Ну да. Я думаю, что мёртвая царевна, мёртвая царевна, это будет… Мумия возвращается. Мир, мёртвая царевна. Примерно так. Красная шапочка! Не старше восемнадцати лет. Метр восемьдесят. Пятый размер. Тут маникюр, педикюр и красная шапочка. Бежит по лесу, нога длинная от бедра. А в это время все звери в лесу. Вот, понимаете, чокся история. Вот, какая у нас должна быть... Я очень извиняюсь, но у нас нет костюма на метр восемьдесят. Мы не подберем ей одежду. Правда. Господи, какой костюм восемнадцать лет? Из одежды. Только классная шапочка. М! А кто у нас играет дровосеков, а? Откуда? Мы! Будьте, ребята, серединочка, пройдите. Значит так, дровосеки. Дровосеки одеты обтягивающей кожаной шортики. Тут наручники, наручники. Тут перья. Тут... Тут перья. Да, тут такие сиреневые тени. Тут такая помада. Ну, в общем, типичные дровосеки. Кто у нас играет девочку Элли из «Волшебника из Убродов города»? Я, товарищ начальник. Вы играете девочку, да. Я не просто так. Я гримируюсь. Куброви крашу. Потом носочки белые надеваю. Ну, как настоящая маленькая девочка. То есть вы считаете, что этого достаточно, чтобы выглядеть, как девочка шести лет? Нет, ну почему? Я еще курю. Я хочу сделать в вашем театре перформанс для детей. Чего хочешь сделать? Говорит, перферанс для детей хочешь сделать. А что такое, да? Перформанс будет называться «Винни-Пух» и все, все, все. Это будет такое шоу. Вы знаете, ну, пока что еще весь спектакль у меня как-то не отложился. Ну, вот финальная сцена, она практически готова. И я сейчас попрошу вас встретить аплодисментами. Анжел, Анжелыч! Да, да, ну, конечно! Анжел, да! Финальный танец «Винни-Пуха». Пожалуйста. Если я чешу в запилке, не беда! Да, в ладен моей опилке, да, да, да! Но хотят-то мы и опилки, и опилки, и опилки, и опилки, и опилки. Сочиняю я неплохо иногда. Да! Сочиняю я неплохо иногда. Сочиняю я неплохо иногда. Сочиняю я неплохо иногда. КОНЕЦ 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 Ходит вся в прозрачных шмотках Ну а вещий князь Олег Скачет пусть в одних колготках Согревает огонь и мерцает свеча Применяй реальтин, чтобы зритель не скучал Будет ли он спонсор, а они не бандит Пётр первый хохоча, пусть танцует ча-ча-ча Пьющий человек найдёт себя оправданию всегда Одному сказали, вот ты пьёшь виски, а не водку Это не патриотично Я виски не пью, я их уничтожаю Это патриотично Да, алкоголь – самая летучая жидкость, надо сказать Стоит открыть пробку, через 20 минут уже пусто А вот что будет, если по пятницам запретят продавать алкоголь Пятница тогда будет начинаться в четверг Вот что будет Наши такое придумывают, что остальные даже не догадаются Вон, слыхали? Изобрели водку в виде крема Вот это нанотехнология У меня для вас специальное праздничное предложение Просто революция в винокосметической сфере Вот И что это? Это крем-водка Ну, наша компания может также вам предложить скраб, коньяк, шариковый дезодорант, полусухое, гель для душа, брют Крем-что? Ага, вижу, заинтересовались Самый популярный пробник – крем-водка И как оно работает? Очень просто Вы берете капельку крема и втираете его Ну или вклёпываете Ну, как вам больше нравится Я что, по-вашему, похож на идиота? Да, но речь не об этом Крем-водка – это революция на рынке Никакой головной боли Никакого похмелья Ну, даже если и будет, оно с радостью снимается просто капелькой детского крема И скажите, как это работает? Всё очень просто Вы возьмите вот прям капельку и попробуйте Что вы меня втираете? Не буду я пробовать Давайте сначала вы попробуйте Вот Я же за рулём Ну, ладно Ой, как хорошо Ой, как хорошо А вы не хотите? Вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, скажете, что я могу в это поверить? Хорошо Всё, продолжим Если вы не унимаетесь, как говорится, между первой и второй Вмажем ещё Вы на машине? Ну, я-то да А я уже нет Подвезёте домой Ой, как классно Послушайте Послушайте, ну этого же не бывает И ты же в жизни не поверил Не кричи Мне уже, если честно, всё равно Веришь ты или не веришь? Так, что там у нас? А, третий Третий за любовь Давай Маш Краёв не видишь? Послушайте Вы Паяц Смотрите Вот Ваша крем-бодка Вот 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 О, 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 о Ещё и вклепаю И ничего Это ж целая бутылка Слушай А давай ещё что-нибудь вмажем Или вклепаем Всё Кончился пробник там Чё-то Быстро всё Втёрли Слушай Пошли на склад У меня там ещё скраб коньяк есть Главное на утро Шампунь, пиво не забыть А голова От этого Более Какие бы не пережили вехи Скажу вам без иронии и лжи Всё в этом мире держится на смехе Так хохочите люди от души Ну не зря же говорят, что хорошим настроением нужно дорожить Чтобы оно приходило почаще Не бывает возраста у радости Это состояние души И чудим порою не по младости Смехом заразить весь мир спешим Смехом заразить весь мир спешим Смехом заразить весь мир спешим Всё в этом мире Субтитры создавал DimaTorzok